привет народ и сегодня у меня видео про огород на подоконнике то есть я перед этим показывал вам видео как я пытаюсь вырастить на подоконнике урожай овощей и зелени и сегодня у меня день пересадки одну пересадку я уже пропустила пересаживаю из кассет в более крупные вот такие вот горшочки не показала я вам этот весь процесс потому что немножко было злая и не было настроение если честно чем получилось так что код залез на мой рассадник и пошурудил так очень хорошо поэтому срочном порядке пришлось все пересаживать и как понимаете настроение меня на это не было вот так вот мои растения выглядели после пересадки из кассет огурчики помидорчики перчики изначально садила в стаканчике все остальное я пересаживала в кассетах у меня росли салаты петрушка укроп и все это я переваливала аккуратненько в такие вот горшочки из-под сметанки в общем замечательно принимается все растет и уже по второму разу даже некоторые пересаживала и такая вот красота а сегодня я закупила себе уже горшки такие вот кашпо большие для помидор для огурцов вот такой вот один взяла для зелени попробую посмотрю как в нем будет расти и будем ждать наш урожай потому что в принципе рассада очень хорошо себя ведет под данными фитолампами которые у меня есть я утеплила подоконник фольгированным утеплителем но он служит не только как утепление а еще и как отражатель то есть эти две лампы которые у меня висят они отражаются от фольги и дают дополнительный свет растениям в общем будем пересаживать и посмотрим что у нас из этого получится и не у меня растут в принципе при температуре где-то градусов 20-22 здесь эта комната в общем-то отапливается только благодаря от трубам которые идут поверху такими толстым отдельных батареи отопления нет что очень хорошо считаю потому что когда есть отопление под окном на подоконнике для растений но все-таки неблагоприятная среда очень жарко а в данном случае здесь достаточно и тепло комфортно и за счет искусственного света постоянного растения не получает никакой стресс всегда одинаковые условия в общем-то я не уверена была как будут себя чувствовать допустим салаты потому что реально в огороде они меня постоянно или кто-то съедал они у меня растений хотели а вот на подоконнике растут и листочки новые появляются я думаю даже будет толк лучок мой многолетний который пересажен с огорода вообще себя замечательно ведет я уже даже себе срезала несколько перышек помидорчики тоже шикарные огурчики готовые к пересадке уже два настоящих листочка и вот уже появился 3 маленький как раз самое время пересадить большие кашпо дать возможно удобрение им и вот такое удобрение у меня есть для начала я дам оздоровитель почвы потом у меня есть еще вот такое живое удобрение это все биологические удобрения и вот такого биозащита от болезней заказала себе еще некоторые биологически активные такие вещества по вал борис они должны прийти я вам потом обязательно сниму и покажу куплена у меня также суспензия хлореллы время от времени то есть я поливаю такими вот полезными бактериями и в общем то все растет и пока радует нет у меня никакой выкинувшейся рассады какой-то там бледной вся такая как должна быть прям просто радует конечно же от рассказов немножко более подробно покажу посмотреть какой лучок вот этот сухой который это был старенький это он уже как отрос он был малюсенький а это уже молодой самое длинное я сегодня срезала а то начнут загибаться появился даже молодой я напомню это у меня лук многолетний его не надо там как на период садят вырезали и убрали все это многолетний лук он постоянно сидит в одном месте постоянно дает зелень шпинат такой слад у меня различные петрушечка очень хорошо шикарно себя просто чувствует в горшочках вот эта помидорка которую я пересаживала то есть первая мне взошла но потом верхушку кто-то мне отломал я лапочку нашу пересадила еще раз и быстрее она взошла почти очень быстро взошла и практически же догнала земледелец от фирмы партнер вообще шикарный просто шикарный его конечно пора уже пересаживать тут тоже салаты сидят примут их тоже можно уже скоро будет срезать самые большие на молодые там вот уже вовсю растут три огурчика у меня это директор это у нас бинго получилось так что вот этот зашел позже он такой аккуратненький а вот этот раньше по нему тоже кот протоптался конечно я его немножечко повоспитывала вроде лезть перестал вот тоже шикарный салатик так прям себя хорошо чувствует после пересадки и что самое удивительное не думала что зелень переносит хорошо пересадку вы знаете и боялась нарушить корешки боялась что если низком не скомом земли вытянуть то обязательно погибнет замечательно укроп петрушку так пересаживаться даже полностью с голыми корешками втыкала поливала и все принимается и также с листья салата салаты они точно также очень хорошо принимаются просто вот даже когда не удается с комком земли взять а просто с голым корешком посадил засыпал землей залил хорошо водичкой и она все принимается вообще ничего не пропадает единственное что меня немножечко разочаровывает это рукола вот она какая-то не хочет нормально расти не знаю что ей надо надо в общем про эту зелень почитать посадку я буду проводить в кашпо размером 11 9 и 6 литров 11 литров и кашпо я посажу огурчики так как они наиболее нуждают на большом количестве грунта поменьше у меня кашпо пойдут под помидорки так как им грунт нужен гораздо меньших размеров тем более у меня два помидора которые вообще карликовые должны быть это балконное чудо ну два помидора побольше я их посажу в горшочке побольше на 9 литров а балконное чудо я буду высаживать кашпо размером 6 литров для всего моего процесса у меня есть грунт 50 литров микропарник тоже такой вот грунт я брала раньше нейтральный торф в качестве дренажа я буду использовать вермикулит вот такой вот это замечательное средство для дренажа так как впитывает хорошо влагу и удерживает но когда земля начинает пересыхать растения могут получать из вермикулита влагу обратно плюс полезными веществами которые получили свое время при поливе в одно кашпо у меня немножко оставалось керамзита я насыпала тоже добавлю немного вермикулита в общем начинаем наши пересадки есть у меня вот такой еще кашпо его я буду использовать для высадки различной зелени посмотрим растениям в нем понравится если значит я буду покупать еще как золото на полку сейчас у меня есть ножницы пересадки я очень надеюсь что у меня получится вырастить свои овощи своих зелень на подоконнике как-то я соскучилась по сезону по своему огороду и решила почему-нибудь не попробовать заняться высадкой растений на подоконнике почему бы и не вырастить да все таки свое всегда вкуснее хотя надо было начинать еще с сентября высаживать первое растение сейчас бы мы были бы уже со своими овощами и со своей зеленью а так только все в росте но все впереди у нас хотя феврале мы будем садить уже рассаду на сезон ближе к концу февраля заядлогородники меня наверно поймут кто никогда таким не интересовался и никогда не пытался не вырастить ничего подобного выращивал только цветочки или вообще ничего не выращивал такие дела за разным может быть кого-то и соблазню пишите в комментариях я добавила оздоровитель почвы вот такой вот и сейчас принципе уже наполнено первое кашпо сделала в нем луночку пролью ее и будем заниматься перевалка первого нашего огурчика первый огурчик я пересажу вот этот огурчик бинго хорошенький моя задача сейчас аккуратненько его отсюда достать практически не просто достать и перевалить его вместе с комом земли чтобы корневая система максимально осталось целый огурец очень не любит когда его корневая система затрагивается поэтому максимально осторожно будем переносить наш огурчик на новое место жительства корешки уже видны по горшочку то есть очень хорошо уже плели весь горшок место ему уже становится действительно мало будем пытаться сейчас его достать вот горшок остался в руках а вот собственно и он посмотрите как много корешков на дне и очень пахнет огурцом просто прям все вот так мы его поставили и не травмируя аккуратненько сбоку засыпем теперь бока землей я думаю он особо не почувствует что его даже пересадили сейчас на его хорошо прольем в общем-то задачи своей мы справились на отлично вот такая красота у нас получилось точно так же мы будем все последующие огурчики пересаживать аккуратно в новые кашпо вот так вот он выглядит уже на подоконнике подняла свет общем все пересадила время полдвенадцатого а я тут усердно борюсь с проблемами которые сама себе создала на сажу пересаживаю поливаю знаете какой-то заряд энергии бодростики появляется неделю отработала тем более работаю с документами но усталость такая уже а здесь землей повозился с растениями как-то вот даже отдыхаешь и спать не хочется смотрите какая прелесть эти два еще пересадим растение побольше горшочки как это потом все помещать буду не знаю попробую вот эту полку задействовать еще которая мне внизу освещение дополнительно будет я еще дополнительно заказала светодиодную ленту специально для подсвечивания она клеится и поверху пущу и и принципе она сразу идет уже с адаптером с вилочкой в общем все сразу подключается на вал борисе опять заказывала семена мой партнер и хочу сказать очень хороший и не стоит все таки покупать какие-то дешевые не известные семена если не хотите потом испортить себе все настроение тут как заявлено так и растет стопроцентная практически всхожесть редко когда что-то не всходит в этом случае помидоры огурцы перец вот сто процентов зашли не не было такого чтоб не что-то не взошло салата вообще идеально всходят быстро петрушечка подольше но тоже базилик какой классный тоже сто процентов и даже земляничка у меня взошла вот тут вот в парничочки ну подрастет я вам потом ее покажу правда одна пока но земляника там там какой-то другой фирма была в общем и я ее год назад еще этот пакетик купила и так и не садила в этом году все таки решилась не знаю что куда мне рассаживать вот думаю если даже клубника еще по дойдет надо будет садить придется наверное еще один подоконник задействовать еще наверное придется такую лампу покупать для досвечивания в общем сама себе нахожу сложности без этого наверное жить скучно было бы досвечивание достаточно растения растут нормальные расцветки хорошенькие такие плотненькие просто люба посмотреть посмотрите какие красавцы в кашпо буду по мере роста добавлять земельку таким образом корневую систему стимулировать к росту денежки пришлось сюда вложить сразу скажу уже так прилично но блин для настроения оно того стоит а если когда еще и плоды появятся огурчики помидорчики ну это будет вообще конечно сказка а кашпо я буду летом использовать по цветы если они мне лето переживут но со следующего года уже осенью буду снова садить вот такой вот мини огородик уже знаю как что делается есть какой-то небольшой опыт и буду еще дальше заниматься в общем дело интересное класс все пока 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 я не знаю как я не знаю а я не знаю как